Всем привет, ребят! Добро пожаловать на мой канал! С вами я, Юлия Моллиган. Многие из вас, наверное, могут подумать, кто ты такая, Юлия Моллиган? Почему он на тебя подписан? Ответ на ваш вопрос. Пару лет назад я снимала видео о своем трансгендерном переходе. Я транс-женщина. Это видео набрало больше миллиона просмотров. Целое время я ищу ножкой власть на мой канал. В итоге я его забросила. Два года на нем нет видео. Старые видео тоже скрыты, поэтому я вас немножко ввожу в курс дела. Следующий вопрос, который мог возникнуть у вас в голове. Что же тут делаешь снова? И опять же таки, ответ на ваш вопрос. Как вы могли понять в то видео вопрос-ответ? Почему-то Ютуб меня никак не отпускает. Вот что я вам скажу. Сколько бы в ней не было бы лет. Сегодня я хотела спеть песню. Это Дэй Миловато, Ла-Ла Лэнд. Не знаю, надеюсь, мне лучше получится. Ну все, вот так и спел. Если понравится, ну в общем-то оставьте комментарии. Мне все время хочется что-то снимать, что-то смотреть. Я думаю, что в этот раз снова пришло время вернуться. И в этом видео я бы хотела немножко рассказать о том, что произошло в моей жизни за последнее время. Какие-то очень глобальные изменения. Также немножко подснять видео из жизни. Я очень люблю смотреть такие видео, мне кажется, многие. Поэтому это для вас и для меня. Что же произошло глобального с последнее время в моей жизни? Во-первых, это переезд в другую страну. Я сейчас живу в Армении, в Ереване. Я думаю, что для многих ясна причина переезда в другую страну в 22-м году. Но для этого было еще несколько факторов. Почему же все-таки Армения и Ереван? Первая причина. У моей подруги, с которой мы вместе приехали, у меня была загранпаспорта. Это единственная возможность, куда можно уехать. Во-вторых, у меня ортодонтическое лечение. У меня стоят брекеты. Вообще я должна быть привязана к одному ортодонту, который мне их поставил. Как я узнала, в Грузии и в Армении, в принципе, можно договориться, и другой врач продолжит ваше лечение. Мне еще нужно ходить с брекетами около 5 месяцев. И как бы оставаться мне уже не хотелось, потому что ситуация усугублялась. Как-то было некомфортно и тяжело, и страшно. Поэтому решение было принято. Также третья причина, как мы тут, в принципе, оказались, это то, что, когда война началась, нам очень хотелось куда-то уехать. Мы подумали, что вот эти 3 месяца, что будет делать загранник, можно как бы скататься и заодно сделать ринопластику. Теперь у меня вот такое вот... Здрасте. Здесь стали фотографии, какой нос у меня был до... Насчет ринопластики я скажу пару слов. Чтобы когда не затягивать с видео, я делала за 800 тысяч драм. На рубли это около 100 тысяч. Плюс мы еще оплачивали проживание, перелеты и так далее. Поэтому, если кто-то хочет, то запасайтесь около 200 тысяч рублей. В принципе, цена на ринопластику здесь примерно одинаковая. Но может быть там чуть больше. Там может быть 900, может быть чуть меньше, там типа 600. Кстати, забавный факт. Когда мы ехали уже после операции до отеля, к нам поворачивается таксист мужчина и говорит, мы сделали ринопластик. Мы такие с подругой, да. Он говорит, угадайте, мой нос сделан или нет. Но у него еще не было естественно, я сделала нос. Поэтому мы подумали, что нет. Но он показал нам фотографии свои. Сказал то, что он сделал за 600 тысяч и за то, что его жена скоро будет делать. И вообще здесь на самом деле история с ринопластикой очень популярная. Поэтому мы как бы не сомневались в результате. Все получилось прекрасно. Я счастлива. Вообще ринопластика и брекет это были, наверное, мои самые сильные подростковые мечты. Кто помнит еще мои старые видео, у меня, конечно, зубки были не самые ровные. Ну и плюс мой носик был довольно-таки объемный. Сейчас я чувствую себя вообще супер. И вот мы сюда приехали. И здесь оказалось очень хорошо. Нам здесь очень понравилось. Я слышала такую историю от многих людей, которые сюда приезжали по какой-то случайной причине. Почему лично мне нравится в Армении? Это, кстати, не реклама в Армении, не подумайте. Здесь тепло. Очень вкусно. Здесь очень вкусно готовят. Очень большие порции. И, в принципе, я здесь набрала 10 килограмм. Что вообще неудивительно. Здесь довольно-таки спокойно. В плане того, что, в принципе, я очень люблю спальные районы. Я прожила, во-первых, в маленьком городе. Больше половины своей жизни. В Москве, например, в той же или в центре Питера. Я чувствую себя не очень комфортно. Здесь как будто бы все спальный район. И здесь мне вообще супер-классно. В Армении мы уже, получается... Четыре месяца. Представляете? Давай, расслабься. Давай, что ты волнуешься? Что ты волнуешься? Еще за недавнее время я прошла полугодовое лечение психиатра. У меня стоит диагноз помимо талгендерности еще и депрессия острая. Мне поставили 17 лет. И как-то я все время пропускала эту историю мимо себя. Ну, то есть, как бы я ходила. Мне прописывали какие-то таблетки. Я их там могла пить или не пить. Но больше месяца мы лечение, лечение как бы не затягивалось. И на этот раз все стало очень плохо. В конце 21-го года, еще даже до начала войны, мне стало просто отвратительно ужасно. Для этого было очень много причин. Я не хочу их озвучивать, потому что давайте будем на позитиве. Из последних сил. Я пошла в ПНД ближайшее, рядом со своим домом в Питере. Вот я, кстати, купила. Теперь у меня он стоит там просто так. Ну, квартира в смысле, не дом. Мне там прописали лечение. Мне попался очень хороший психиатр, на удивление. Он заставлял меня каждую неделю приходить, отчитываться. Вообще, меня хотели положить, но так как у меня еще и брекеты, мне как бы нужно и теми, и тем заниматься. Я к ним не смогла полежать. Но и такое лечение мне тоже очень помогло. Я сначала ходила раз в неделю, потом раз в две недели, потом раз в месяц, и за полгода. Можно сказать, что моя депрессия шла полностью в ремеси. Сейчас я чувствую себя супер-классно, у меня много энергии. Я, в принципе, на каком-то таком позитиве. Я уже не помню, когда я, честно говоря, плакала, или когда я находилась в каком-то плохом истрении. Все очень хорошо. И я этому очень делена, потому что продолжительную часть своей жизни я вообще не знала, что такое испытывать эмоции по-настоящему. В какие-то моменты, когда я испытывала какие-то яркие эмоции, уже после лечения или во время лечения, я испытывала флешбек. Как будто я возвращалась в тот момент, когда последний раз я настолько же искренне и по-настоящему, и сильно радовалась. Или когда еще что-то происходило, какие-то еще эмоции. Вся жизнь депрессии мне казалась какой-то вообще искусной. То есть, если вы сталкивались с дереализацией, то вы понимаете, о чем я. Я в дереализации находилась очень долго. Вообще, очень можно хорошо отнести мои какие-то видоизменения внешние с тем, что я начала лечить свою депрессию затяжную. И реально у меня появились какие-то силы, какая-то энергия на то, чтобы заниматься собой и исполнять свои мечты. Конечно, оставаться в Армении мы на всю жизнь не собираемся. Это такой перевалочный пункт. На то время, пока я дали еще свои брекеты уже наконец-таки и не буду никому нигде привязана. Дальше мы собираемся с подружкой путешествовать. Хочется куда-то на море. В Даню, вы знаете, там, где пальмы, там, где солнышко. Здесь, в принципе, это тоже есть. Но хочется куда-нибудь подальше. А сами знаете, кого и чего. Завтра приезжает мой друг из России. Мы теперь будем жить втроем. Мы живем в прекрасной большой квартире. Еще один большой плюс Армении, что здесь все довольно-таки бюджетное. И можно снимать трешку с гардеробной в каждой комнате за 55 тысяч рублей. Извините, девушка, Лагея в Панаме не видели? Такой беленький, светленький. Нет, я темненького видела. Да? А я светленького только что увидела. Ждем Жене, в общем. Ой, так соскучилась, пиздец. Так соскучилась, ужас. Просто кошмар. Неимоверно, неимоверно соскучилась. Кто же здесь в них, Женя? Ребят, а что за показ? Не поняла, мне приглашение отправили? Это Блинсяга вроде бы. Да нет, не похоже. Да, вот, видите, какие странные наряды. А, вон вижу, мусорные пакеты вон. Где? Реально принесли. Ну, вон у каждого в руках. А я думала, вон вдвоем. Вон вдвоем? Ну да, чай. Извините, вы кореец? Привет. Эта тупая купила сейсм-карту за день, которых у нее нет. Привет. Мне платили, когда ты делала. А ты вернул ей? Да, я скинул начинков. Моя дезайна. Они вместе переписывались в маилру, 10 лет, и вот они встретились. Посмотрите. Поехали кушать, ребят. Куда кушать? Надо завести вещи с чемоданом. Пойдемте. Слушай, у тебя эльбар есть дудка? А ты ее зимой провод взял? Да. Целый дудок. Альбар дудок. Целый, там, не всегда ледок поет. Дудочку, пожалуйста. Дудочку эльбар. Эльбар такая маленькая, оранжевенькая такая, красненькая. У меня есть. Есть такая похожая штучка, называется вафореса, да? Альбар? Ну, такой вот такой вот. Ой, такой из-за любых. Ну, как дудок дай. А я на каблуках. Жень, мы знаем, что ты любишь взбираться, поэтому мы оставили себе специально, как бы, возможность для уборки. Спасибо за игнор. А меня? Это что влоги снимается. Это влог? Да. Встретились с Титами, с Тартом. Я тебя очень люблю. Поздравляю, очень рады с нас. Заблокировала. Еще кукуруза есть. Давай я это сниму тоже. Вот. Понюхать, это вкусно пахнет. Покупала вот. Ммм, баника. У меня. Возле сауны с Юлей с вызова. Сергей Кирюлин и Сергей Кирюлин. Будем загадывать желание. Давай, давай. Я хочу, чтобы у всех Сергея Кирюлиных всегда все было хорошо. Он только один вообще-то. Собрали сейчас покушать в ресторанчик. Завтра у Женечки будет шопинг. У него 400 тысяч драм. Да, это я сидел, пыхтел целыми днями. Срабатывал деньги. А мы сейчас не работаем. У Кирочки операция недавно была. Подоление мозга. Безденежная. Али, поздоровайся. Кам хай. Это я заставила ее снимать видео. Витек. Я не знаю. Тут почти такой месичный прекрасный. Безаренный картофель с сарделькой. Вкусно. Витя заказала себе такой вот бургер за 400 драм. Вот, был набор. Я тоже не пьюла, что это есть. Ну, чуть печенька. Почти печенька, почему? Как будто тушенки туда насыпали. Пахнет вкусно. Блин, тушенка не вкусная. Не хочу. Смотрю, это есть фото за 12 тысяч. Наваристая. Фуена. Я не умрую. Мне кажется, что через бургер вкуснее. Через бургер, это да. Да, это классика. Витя, такое место. С вашей. А пойдем, это хуйня просто. Это первый день. Ну, это я знаю. Я просто заходила, пописывала, но нас не пустили. Серьезно? Воды не было. Отомстим. Да, пописываем здесь. Я, кстати, никогда Том Ям не пробовала. Ну, покажи себе. Я никогда не пробовала Том Ям вообще. Даже на звук. 4 тысячи всего стоят. Алина вынесла очень красивый Том Ям, а мы все смотрим, как она ест. Выложим все в Инстаграм. Только мой. Дим Том Ям хэштег. Мы такой мне бургер принесли. Ёль, смотри. Ёль, посмотри. Ёль. Все объели, твой. Там блик какой-то. У меня камера, кажется, заляпанная. И только камера. Жили, принесли чизбургер. А мне принесли только картошку и соус, извините. И вот это вот. Это мне 0,5. И вот такой вот Том Ям. Вообще без ничего. Вот это вот мы выловили. Трава в цезерене. Они были пустые. А там просто тушенка. Я такой делал многое приготовить, да. Пожалуйста, Риска, можно? Сосетки, передайте, пожалуйста. Я с Келли, пожалуйста. Спинку держим, спинку держим. Кому-нибудь санитайзер нужно. Ой, блядь. То куда, а я по сьюбам. Я сейчас, короче, стояла в Клауборной. Там очередь. И один мужчина из этой очереди говорит. Вы такие все ребята прикольные. У вас какая тематическая вечеринка. Какая тема у нас в вечеринке, скажите? Женя первый раз смотрит на каскад. Вот такой каскад. Это примечательность. Здесь коня. Смотри, ты. А вон ты. Девушки. Девушка, фото плавно. 2 рубля сойдет? Да, 2 рубля. У меня до сих пор камера в бургере. Фото классное сейчас будет. Работаем. Ебало заварили и просто болтали, как будто мы друзья. Да, как будто мы друзья. Ебало заварить. Камеру не смотрим. Давайте все музыку там нарезаем. Давай, за вас. За Северную. А мы на Севере. Мы на каскаде вообще. Погналите, что мы на каскаде вообще. Снять ингредиенты. Нет. Ты все выкурила. Блядя, что такие? У вас еще идут в Северную, блядь. Нахуй мы сейчас с вами гуляем пошли. Ну все, не дадим вам. Я с тобой в холодильнике сидеть, член. У тебя водной нету. Это у вас нет пизды, блядь, у всех. Ну ладно. Тесно нормально вообще смотрится. Ну ничего не ставим, так не ставим. Женя привез вот такую вот нам штучку. Смотрите, какая милота. Теперь у нас телевизор работает. Слушайте, вроде цело. Не зря я просила HDMI провод. Да, тут можно смотреть YouTube. И играть в игры. Теперь вообще я думаю, вы хоть не нужно. В Марио Пати вы будете играть. А еще можно играть в теннис. Можно этими штучками так. Залезайте в эту трубу. И все не заставят вас ждать. Это ты? У меня сегодня такой африковый макияж. Наконец-то мы собрались. На шопинг. Мне просто надо было снять видео для Геворга. Как я крашусь его кисточками. Я решила сделать какой-то интересный макияж. Конечно, не идеально. Но это, в принципе, неплохо. Вспоминаю свое эготическое прошлое. В клубе темно. Я не до звезды. Я не так до звезды. Я. Юль. А? Смотрите, вон там видишь горы. Там есть немножко пигдец. Это видно горы. Это окно. Там горы. Дальше смотри. Ааа. Это ты видел в каком-то влоге у кого-то? Там типа гора Арарат. Это Арарат. Нашняя макияжка у тебя Даша Каплан. Мне так не кажется. Вот ты же сейчас сказала, и как будто у тебя нос Даша Каплан. Женя выкладывала к себе в канал наше видео вместе с мне Лоу. И все подумали, что мы две Даши Каплан. Копирки. Не зря же у Алины даже на свадьбе две косички было. И там была одна. Мармарис. Приехали в Далумол. Это самый большой торговый центр в Армении. Пандора вон есть. Очень хочу. Женя снял денежки от карты. У него кошелек не закрывается. Богатые русские приехали. Смотрите, сколько. Алифуя. Миллионеры. У меня от папы досталось все. Нос, нос, грудь. Все от папы. Фан факт. В Армении еще остались старые Monster High 2015 года. Огромное количество их. Я вот думаю, купить ли себе или не стоит. Я вообще коллекционирую вот эту серию. Лоу Твинс. Есть вот эта бандилочка. И еще другая девочка из другой коллекции. Я очень хочу. А ее черри, потому что я никак не могу найти в магазине. А здесь есть только вот такая. Но она мне не особо нравится. Что в этом есть? Мне нравится. Чики с прозрачной оправой. Как здесь. Пятка. Неплохо. Мне в целом идут панамы. Но мне кажется, очень странно смотрится сверху. Как будто какая-то шапка повара. Я такой, знаете. Мне очень нравится. Тик-ток. Альцов. Гриша супер вип. Знаешь, тебе еще такой моряшок. Из релатина. На Севан поехали. Мы с Кирой сегодня, к сожалению, в губы поддержки, потому что у нас нет денег. Я вообще нища. Просто не ящик. Я устала. Мне нужно работать. Я не могу из-за вот этих губусов. Белая футболочка. Но, к сожалению, она никакая, потому что я ее не выбирала. Там огромная скрепка. Сонно плохая, хорошая. Попробуй. Гурп. Что тут написано, ребят? Я люблю Анбал. Я пишу Битым. Как прикольно одеть, слушайте. Закупилась в Бешке. Вот и на жизнь армянских миллиардеров. Реально, купила штанишки и шортики. Давай, Зай. Помаши маме ручкой. Что это такое? Я хочу туда. Уже не такая примерочная. Я такую студию в Питере купила. Слушай, Жень, какая футболка классная. Слушай, идеальная. Одна крашит другой. Она просто хочет уйти. Я просто хочу купить, я что иди очень. Дудку бы дал свое, я бы, наверное, на стола. Слушай, ну вот так вообще лучше всего. Смотрите, наушники с попытом. Хочется? Нет. Пришли с Женей и кушать хинкали в ресторан на Туманяна. Называется Туманяна хинкали. Здесь вот такие вот хинкалины поджаренные, очень вкусные. Вот такую соматику мы уже поели. Вот такой лимонад, по-пилю. Все говорят, что в Грузии самые топовые хинкали. Но попробуйте здесь. Они реально здесь очень крутые. Ну, все, вот так успел. Если понравится, ну, в общем-то, оставьте комментарии. Ну, все, вот так вот.